Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. И как ты понял по названию и по приве ролика, сегодня вместе с тобой посмотрим новое обновление 1.7. Так что я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере есть свой личный промокод Эван. Вводи его перерегистрация большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай направо и работай на свою мечту. Ну что, пацаны, прошло всего лишь 2 месяца с предыдущего обновления 1.6.0. И на сервере вышло новое, можно сказать, ну большое обновление, потому что реально очень много чего добавили. Сейчас мы вместе с вами это, конечно же, разберём, посмотрим. По классике, сначала читаем чинжлок. Мини сегодня будем читать, потому что если я буду читать весь чинжлок, это пройдёт полчаса. А потом едем, смотрим это всё в жизни. Как всегда, тайм-код есть на ролике внизу. Перемещайся туда, куда тебе интересно. А перед началом хотел вас попросить, обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые ролики. И нажмите на лайк. Вам не сложно, мне приятно. Погнали. Ну что, чинжлоке, давайте будем говорить в общем, что они добавили. Знаешь, они изменили клиент-серверную часть этого сервера. Вот это сказано. Короче, переписали, я так понимаю, код, что-то удалили, что-то добавили, что-то оптимизировали. А, и походу меня сейчас кикнет. Бля... И это вы, кажется, уже заметили, когда скачивали 4 гигабайта нового обновления. Да. Короче, мы перезашли, знаешь, они улучшили античит, исправили баг там перевесом, не перевесом. Убрали ёлку, кстати. Ну, конечно, уже почти прошло 8 месяцев, уже ближе к новому году. Могли, конечно, уже не убирать. Ну да ладно. Увеличили там скорость анимации, улучшили систему угона. Короче, много улучшений, фиксов и оптимизации произошло на сервере. После чего обновили шрифт номерных знаков. Это обязательно, так как мне, главному собирателю номеров этого сервера, это важно. Мы посмотрим, как они улучшили шрифт и изменили цвет из тёмно-синего на чёрный. Изменили HUD, кстати, это я уже заметил. Он вроде должен меньше жрать FPS, но я не уверен. Доработали механику охоты, теперь она немножечко не такая. Может, потом проверим, может, не знаем. Добавили мужские смокинги. Может, наконец-то я приоденулся, а то что-то все ходят, угорают, клубничка в трусах. Типа, что здесь такого? Не понимаю. Говорю, клубничка, ебать, крутой. Будь твою мать. Добавили одну глобальную систему для кланов. Это ограбление магазинов 24 на 7. То есть, тебе всё, что нужно, это ты подходишь с бандой, наводишь прицел, как бы, на продавца в магазине, и начинается грабёж, как бы, магазина. Но они вроде пока что не завязаны с полицией на сервере. Там просто спанятся охранники, как бы боты. Вот, а в будущем они вроде говорили, что должны связать это с полицией. И это не одна система для кланов. Ещё одна система для кланов, это система материалов. Для того, чтобы выполнить это задание, тебе нужно будет в класс, чтобы перевозить материалы. За материалы ты можешь купить компоненты, чертежи для бустого крафта любого оружия. Не знаю, будет это ли пользоваться спросом или нет, мне кажется, не особо. Теперь они добавили новую штуку в клане, что ты можешь докупать места, можешь докупать количество территорий, которые ты можешь иметь, именно клан может иметь. Докупать количество денег, которые ты можешь раздать в Payday. Да, теперь в кланах есть ЗП. Не знаю, будет ли кто-то это ЗП настраивать. Там для каптеров, хз. Но теперь есть. Прикольная штука, что они убрали ход. Очень много панелей, которые не нужны были в ходе, чтобы его оптимизировать. И сразу же нагрузили меню в 3. Ну да, оно прикольно выглядит, но, мне кажется, минимализм правит миром, нет? И хештег всё ради доната. Ладно, я шучу. Добавили систему кейсов в планшет игрока. Теперь каждый может открыть 5 кейсов. Из этих кейсов попадают, кстати, эксклюзивные автомобили. Про них мы поговорим позже. Теперь, наконец-то, можно уходить с ССД и заходить на смотру, потому что и здесь добавили драги. Вернее, там был рейс лоджик, здесь теперь уже есть драги. То есть, у тебя в телефоне есть приложение, ты открываешь и замеряешь, как бы, 0.100 твоего автомобиля. Это тоже, конечно же, сегодня протестим. И добавили трафик. Ну, я, как бы, был не особо рад этой штуке, но тоже посмотрим, зайдёт это или нет. Добавили новые параметры в станцию чиптюнинга ТС. Значит, развал передних колёс, развал задних колёс, схождение передних, схождение задних и ось поворота колеса Кастер. Это 5 новых параметров, которые ты можешь поменять на своём ТС. Что по маппингу? Добавили новую дрифт-трассу в Лос-Антос. Добавили атмосферный маппинг, когда ты выезжаешь в любую сторону из города. Будь-то в палитобай справа или в палитобай слева. Там теперь находятся большие такие пальмы. Добавили всякие отбойники на дороге, чтобы люди не гоняли по встрече. А, и, кстати, добавили... Возле порта добавили парковку из обновления GTA V Online. Tuners Meetup, вроде как-то так оно называется. И там ты тоже можешь заехать подрифтить. Добавили район а-ля Бразилия или Мексика в карьер. Не знаю, насколько это будет классно выглядеть, но поедем, посмотрим. Новую ЖК, конечно же, добавили. И слетели старые дома, бизнеса, номера, ну это понятно. И теперь самое интересное, это новый транспорт. Bentley Continental, Cadillac CTSV, X5M, F85, наконец-то. Z4 новая. M3 E36, это эксклюзив. Dodge Ram TRX, тоже эксклюзив. M2, тоже эксклюзив. DSU-18 и тоже эксклюзив, да. Kia Stinger и Volkswagen Golf, седьмой. Также переработали в Ешку старую, Сливу переработали в 90КС, M3-80, Mark II, BMW, Cullinan и NG1. В принципе, по обновлению и по членчлоку это все. Смотреть очень много чего сегодня будет, так что присаживайся поудобнее. Ну, значит, первое, что нас встречает, это Hood. Hood намного изменился. Теперь он выглядит как-то, ну, реально, как будто Hood из 21 века. Он такой красивый справа. Теперь мне пишется куча ненужных панелей. Слева пишется ник твой, голосовой чат и где ты находишься. Чат, кстати, немножко изменился. Он стал немножечко меньше. Так, давайте немножечко отойдем. Значит, следующее менюшки, это менюшка F3. Нажимаем. И как-то так она теперь выглядит. При первом заходе у вас не будет вот этих картинок. У вас будут просто белые картинки вроде с знаком вопроса. Чтобы вам добавить картинки вашего автомобиля, вам нужно нажать на кнопочку обновить все фото. И тогда ваши тачки спамятся в этом месте и фотографируются. Только я не знаю, это из-за низкой производительности моего ПК или из-за того, что сейчас очень много людей пытаются скачать кэш. Очень много людей играет, нагружает как бы сервера. И поэтому у меня как бы вот такие фотки выходят. И нет нормальных фоток. Но если я найду, то вот сейчас они вылетят. И вы посмотрите, как же оно должно выглядеть. Знаешь, теперь у нас пишется, какие у нас есть тачки, например. Давайте Макларен. Вот такой вот номер. Уникальная идея. Владельца, Максималка, сразу вся информация. И давайте посмотрим на новые номера. Ну по факту номера стали немножко чётче. Ну и вроде... Да не, чёрные, чёрные. Не такие тёмно-синие, как были. Но я ничего не могу сказать. Из-за того, что у меня сейчас установлен графический мод Кван, как вы видите. И он тоже как бы улучшает немножко номера. Ну да, стало как бы немножко поприятнее. Выглядит вроде норм. Знаешь что, давайте теперь посмотрим на кейсы Удачи. Это наши же кейсы за донат. Самые дешёвые стоят 200 рублей. И это скины. Здесь ты можешь мгновенная прокрутка нажать. Яма. Ну как-то это колхозно выглядит, нет? Если бы они добавили минималистику, было бы, мне кажется, лучше. Ну и здесь, короче, ты можешь выбить скины только на бронежилеты. Мне кажется, в скором времени появятся и скины на оружие и т.д. и т.п. Кейс Бомж, кейс Мидл, Премиум и Элитный. Ну это в духе смотри называть это кейсы. Но я бы назвал эконом лучше Мидл. Например, у игрока есть только 250 рублей. И он хочет открыть кейс. Но его обзывать бомжом, ну как-то такое себе, мне кажется. Здесь выпадают Камарики, Р-34, Р-С. Только Камара нет, ну да ладно. Импала даже отсюда падает. Но за 200 рублей Импала, как бы за 9 лямов. Это хорошо. М2. Вот. М2 в Мидле за 500 рублей. Кстати. А, за 1000 рублей тебе Атлантик может выпустить. Ничего себе. Да, получается, в Премиуме это Р-Х. Нажать на него нельзя. В Мидле М2, а в МЖ Е-36. Понял? Так, мы как раз находимся на отличной прямой, чтобы замерить 0-100 с помощью Драги. Поэтому давайте вот встанем где-то здесь. Включим Амарику. На РПГ сервере. Вот это сказанул, да. Так, телефон. Драги. Драги активируем, пожалуйста, оставите транспорт полностью. Готовы к замерам. Раздуваем. Погнали. А, ничего себе. Даже не такой хиньи добавили. Ну, как бы очень быстро. Нет такой серии, чтобы я не сдох. Реально. Ну, вы видели только что, как должно выглядеть F3 менюшка, когда у тебя не пофотканы автомобили. Так, пацаны. Это стал Е-31 с прошлой серии, когда мы их тюнили. Если что, ссылочку оставлю в описании. Очень интересный был видос. Она немножко медленнее Макларена. И посмотрим, как здесь это будет выглядеть. Потому что та быстро проговорила, я даже ничего не понял. Ну, конечно, понял, что она там сказала. 10, 20, 30, ну. И все. Ну, 0,60, 0,100, 0,200. Мне кажется, лучше было бы 0,100, 0,200, 0,300. И куботер, ну, как-то так добавить, нет? А лучше всего, мне кажется, было, когда бы... Обратите внимание, две динамики в игре и в реальной жизни могут существует отличаться. Ну, это понятно. А, еще я хотел сказать. Мне кажется, лучше всего было бы, что... Она что тут забыла, блин? Нормально. Что я хотел сказать. Лучше всего было бы, что каждый игрок мог бы выставлять себе интересующую себе динамику. Например, я бы поставил 0,100, 0,300 и куботер. Кто-то захотел бы 0,100, 0,200, 0,300 поставил. Что каждый бы мог выбирать себе параметр. Было бы намного лучше. Так, мы находимся в городе. Давайте уже включим этот трафик. Я так понимаю, он включается в настройках. А вот, клиентский трафик. Только машины, только пешеходы. Максимальный трафик. Хана моей видеокарты, я чувствую. 10%. 190, ну, через 10%, окей. И как это будет выглядеть? Ага. А если я врежусь? И ему посрать, да, будет? А если вот так? Блять. А если вот так? Что, он будет меня бить? Прикол сейчас начнет стрелять. Окей, давай посмотрим, что он сделает. Ха, тварь, блин. Э, ты чё, блин, охренел? На базу, бах. Бах. О, мне всегда было интересно. А я могу стырить его тачку, или она сразу пропадет? А, эту посесть не могу, понял? Жалко. Обидно. Короче, как там говорили, лучше всего трафик поставить на 10%. Днем, когда вы катаете, а ночью можете ставить, сколько вам надо будет. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, типа, мы вам давали трафик, но поставьте на 10%, потому что вам будет плохо. Если честно, я вообще был против этой затеи. Ну, потому что, вот сейчас я еду, да, я виляю, например, я вправо вильну, а там чел ехал. И, типа, он такой, какого хера ты виляешь? Я такой, ну, бля, сори, у меня трафик там, типа, или кто-то шашкует передо мной. Вот, этот с прицепом. Ну, так, кто добавляет какой-то, не знаю, атмосферы на сервер. Хотя и так много народу ехало. Короче, нас панили, типа, пальм с перепугу, что слева, что справа. Если честно, я лучше бы без них было бы, серьезно. Давайте поставим на 100% веста, посмотрим, сколько пиздец будет происходить здесь. Что я хотел сказать, мне всегда было интересно посмотреть, что будет, например, если я еду, там чел какой-то сзади едет, да, я врежусь в тачку, как это будет выглядеть для него. Ну, как бы они ничего не изменили, хотя я не знаю, что можно было бы придумать, что... Просто для чела, который будет ехать слева, я, например, врежусь в трафик, чел просто увидит, что я просто остановлюсь резко от воздуха. Или что-то ударюсь, ну, в воздух, наверное, в него ударюсь. Ну, прикольно, да, что пошашковать, можно там от первого лица сюда закрыл, сюда закрыл, сюда объехал. Но мне кажется, это на пару вечеров, это трафик, и всем надоест. Вот, например, давайте посмотрим на вот весту. 100% у него выключен трафик, вот, он тупо проезжает, и пофиг вообще. Вот, но для меня это смотрится очень нелепо, потому что он раскидает все тачки твои передо мной. Поставил моды, зашел в GTA 5 онлайн. Короче, хорошо, что они добавили трафик, и хорошо, что они добавили функцию его включения-выключения настраиваемое. Да, фишка, да, прикольно. Не нравится, выключу, нравится, катайся. Но такие приколы, да, не очень. Я, пожалуй, выключу. Кстати, да, он не особо жрет фпс, я бы сказал, вообще не жрет. Ну все, короче, теперь поехали посмотрим на новую вот эту деревню. Как она выглядит, а-ля Мексика, а-ля Бразилия. Где-то находится она здесь в горах, вот. Но это больше похоже на какую-то свалку, если честно, чем на дом. Но они типа заброшены, да. А, они отсюда капт забрали, Рил. Бля, Бентли охеренная новая. Да, прикольно, только... А зачем? Ну, прикольно, такая большая свалка. Да, может в будущем что-то здесь будет интересно, но сейчас я не вижу. Кстати, там танецная площадка есть, или баскетбольная. А, футбольная, Рил. Как бы среди вот этой мусорки, посредине такая футбольная площадка. Неплохо. А-а-а, дополнительная карта как-то светится. Наверное, вот здесь находится эта новая трасса для дрифтеров. Ну, и, кстати, что я заметил, теперь если ты врезаешься на тачки, то как будто врубается какой-то ограничитель, и тачка едет медленнее. Может, это было раньше? А, нет, раньше вроде не было. А сейчас какая-то такая штука появилась. Хм, странно. Ну, мне, думаю, кажется, или это вот то, что мы, что проехали, это был перебор. И здесь. Да, прикольное озеленение, как бы, территории, но это, мне кажется, уже переборнее. Напишите в комментариях, перебор или не перебор. Так, пока мы недалеко находимся от обновления с GTA 5, давайте заедем, посмотрим на эту парковочку, как она выглядит. Нам надо будет перемещаться в мир иной или не надо будет? Да, все-таки надо будет перемещаться, но потому что парковка реально очень большая. С оружием нельзя, окей, все, без оружия. Никого. Нет, есть кто-то? Есть кто-то, давайте заспамним маг, покатаемся. Как-то так, пацаны, развлекаются, достаточно большая парковочка здесь находится. Там для снятия каких-то перебивов, для сходок, чтобы боком раздать. Ну, да, файно. А-ля пародию на третий форсас сделать. Не, прикольно, позитивно. Например, если у кого-то карта там лагает, не прорисовывается, вот это новое, можно заехать на парковочку. Я буду очень надеяться, что заезд находится где-то здесь. Потому что очень много людей ездило по воде. А вот я вижу и новая трасса, да, походу? О, дупло, нормально. Сюда и как-то? Ну, нет. Понял. Наверное, сверху. Во, да-да-да, я нашел. Смотр рейдж, welcome. Вот это мы заезжаем на новую трассу. Вот такая она большая, с водичкой. Так, пацаны, мы как настоящие дрифтеры, в отличие от других, будем, как бы, ехать на Маклары, не на дрифт-трассе. Ну, а почему бы и нет? Кто запрещает? Во внутрянке обходим. Это у нас, как бы, скоростное прохождение поворотов. Канжо, если не ошибаюсь. Или не Канжо? Забыл уже. Не, ну, трасса, кстати, прикольная. Тоннель, заехал с тоннеля. Только моя видяха, что-то немножечко, если честно, не справляется. А у меня, если что, 10.50 на 2 гига. Ну, конечно, днем здесь будет получше, потому что у меня прям перед лицом фонари не будут включаться. А они будут уже, как бы, включены. Как бы, не фонари, а солнце. Наверное, что-то говоришь, надо идти спать уже. Кукуха поехала. Ну, можно сказать, тоже. В любой момент можно с ней слететь. Че, брат, я не хочу. Только 2 минуты назад говорил, что можно с нее слететь аккуратно. И просто, че, ладно. Пацаны приехали подрифтить. Два Бентли и Макларен. Я понял. Почему, кстати, они добавили дрифт, трассу, добавили вот этот новый город в карьер. Но почему они не добавили драг-трек? Вот реально, не один. Мне кажется, в следующее обновление стоит его ждать. Потому что, ну, драг часто проводит администрация ТМПшку и не проводит в аэропорту. Но они не добавили систему драга. Алло. Это ж один из самых популярных видов автоспорта. Такое чувство, что я не в ту сторону поехал, потому что все мне напротив едут. А где конец? Мне кто-то запреснит? Я запуталась. Ямай здесь паркует. Ой, ФПС как мало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы тоже, как бы, тестим сегодня дрифт-рассу. Нормально проходим. Это тем, кто говорил, что Е-92 не дрифтит. Крану привет. Нормально не дрифтит. Она должна дрифтить и не скользить. Ауф. Короче, я вот так лучше сделаю. Потому что это мой долг. Так, что нам осталось? Нам осталось поехать посмотреть развал колес, схождение, вот это не схождение. Так, пацаны, давайте доставим. Ну, импалу колхозе это грех. Давайте доставим мою М3-92. И попробуем, как бы, развальчика сюда накинуть. Наперед и назад. Мне кажется, должно выглядеть неплохо. Это баба, они все-таки. Ебать. Я понял, нам надо в обратную сторону. Ой, короче, здесь всякие челы разговаривают. Ну, кстати, ну, поставил 0.5. Да, есть-то развальчик. Но колхозно выглядит капец. Не, ну, если разумные, как бы, цифры подобрать, будет выглядеть топ. Вот ждем, когда рейдж добавит функцию изменять диаметр колес, ширину колес. Тогда это будет топ. О, да, я ждал этого. Жига на вот таком вот развале. Не, вот это емба, реально. Так, например, вот я приеду в магазин, да? Вот здесь есть, как бы, админ? Может, админа захератит? Что-то дадут. Ну, пойди ему в гетто. Ну. Блядь, ну я еще ролик не достоял. Не, нахер, не буду. Как и происходит ограбление? Вот, вот так вот надо сделать. Вы не можете грабить магазин, только для банд. Конечно, я бы хотел сейчас сказать, что это нон-рп. Вот. Этого говорить не буду, но... Блядь, ну почему? Ну почему для банд все? Так неинтересно. Я тоже хочу вот этого Олежки, Винника, сыпьи шоколадку. Не дают, блядь. Даже стерильно не дают. Выиграл из кейса скины. Блядь, а почему я не могу стерильно? У меня еще патроны стыдили? Ебать, мне... Стоп. Блядь, меня, походу, обыскали раз менты и стырили. Ебать! Стоп, нахер! А гравить в магазине не могу, а на ментов нарваться могу. Классно. Последнее, что нам осталось в этой серии посмотреть, это новые автомобили. Поэтому отправляемся в ближайший автосалон. Это, конечно же, автосалон BMW. И говорите, что мне к японцам ближе, мне ближе к BMW. Поэтому мы едем к BMW. Потому что... Но какое обновление без BMW? Правильно, прошлое. Или в прошлом что-то было? Не, в роли в прошлом как раз такие BMW не было. К сожалению. Но теперь BMW добавили предостаточно. И за прошлое, и за позапрошлое. Вот. Заходим в автосалон BMW. И смотрим на первую тачку. Это за 4 новая. Которая стоит 5600. Кабрио. Наконец-то добавили какой-то кабриолет. Кроме хурака. Ой, какого хурака на 488 писты. Теперь есть BMW. Но что-то с салоном, мне кажется, очень плохо. Или это здесь просто так очень плохо выглядит. 295 за 5 лямов. Как-то так. X5MF85. Который стоит 9900. Он прям реально очень классный. И 280. Ну, кстати, мало. Ну, против Гелика, конечно, быстро. Но как-то такое. Он стоит 9900. А X6M в таком же кузове сколько стоит? X6M в таком же кузове. Ей тоже 280. И стоит 9900. Поэтому здесь каждый выбирает, что ему нравится больше. X6M или X5M. Ну, мне нравится больше X5M. Можете написать в комментариях, что вам больше нравится. Автосалон элитных автомобилей. Bentley Continental 15 лямов. Real. 333 за 15 лямов. Неплохо. Ну, выглядит она топово. Едет неплохо. Стоит 15 лямов. Мне кажется, ну, имба. Mercedes-Benz. О, что-то цена подупала. Как бы надо исправить. X6M 3. 14 лямов. 330. Выглядит очень классно. Ну, реально. Еще у нее вроде панорама открывается или нет. Если честно, вроде должна открываться. Она стоит на лям дешевле, чем Continental. Но в то же время она едет на 3 км меньше. Конечно, это уже максималка. Это уже такое. Но Continental смотрится посолитнее. Ей ты побыстрее. Но стоит, конечно, на лям дороже. Но что такое лям? Лям это херня. И Ешку 19-го года, говорят, пофиксили. Во, теперь Ешка, мне кажется, как Ешка. Хотя, да. Она какая-то не такая теперь. Она какая-то матовая. Ну да, она какая-то получше стала. Чем была. Особенно с морды. Просто смотрите, какие отстрелы. Ра-та-та-та-та. Ра-та-та-та-та. У меня McLaren заболел. Он что-то чихает. Будь здоров. Мы приехали в автосалон японских автомобилей, чтобы посмотреть на новую сливу. Ура. Наконец-то они добавили сливу без этих уродливых обвесов RocketBank. Ема. Теперь она как должна быть? Просто сосочка. Только лям 400 стоит. Это, конечно, такое. Мультибренд. Давай нам CTSV, который за 9 лямов будет ехать сколько? 330. Что, получается, это новый конкурент? Я так понимаю, они специально сделали такую максималку за такую цену, чтобы ездили не только на BMW и на Мерсах. Какое-то разнообразие было и брали Cadillac. Но лично мне он как-то не особо зашел, если честно. А Stinger 5 лямов и 280. Ну, на любителя. Вряд ли он будет пользоваться как бы популярностью. Есть обвесы. Такое, блядь. Kia есть Kia, пацаны. Если есть BMW, зачем Kia? Я тоже не понимаю. Volkswagen. Wolf. 7. 3 ляма. 260. Хотя, ты мог бы взять E60, который 280 будет ехать за эти же бабки. Ну, ладно. Любителей гольфов тоже есть. Очень много. Чё, я думаю, поехали на ЭКХ. Там уже 100% стоит TRX и чё там, 918 и E36. И посмотрим, как это будет выглядеть. Как они выглядят. Очень странно, что уже сервер открыт более 3 часов. Но нету никого на TRX, E36, M2 или на 918 на ЭКХ никто не понтуется. Хм. Не выбили? Да нет, наверное, выбили. Странно. Согласен. А у меня, в принципе, на этом всё. Вот такой видос вышел. Вот такое вот обновление. Пиши в комментариях, как оно тебе, понравилось или нет. В принципе, обновление вышло неплохое. Если такие обновления будут выходить раз в 2 месяца, то почему бы и нет? Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть их первыми, никогда не пропускать. Ну, с тобой был Иван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok